Мы известны по всему миру и перейдем на все изнаношения культурские цивилизованные общества. Миллионы людей сейчас интересуются Махабхаратой. И эта тема очень актуальна, злободневна, как и предсказано было в самом Махабхарате, что именно этот раздел век будет наиболее значимым в наше время. Доступное понимание, разъясняющее эти вещи, потому что понять просто философию в отрыве, так сказать, от жизненной ситуации очень сложно, очень сложно. Например, если мы говорим о Махабхарате, вот дети, может быть, только единицы смогут применить ее. Это очень сложно для современного человека. Нужна специальная подготовка. И я всегда записал все эти веды, очень давно, в нашем понимании, где-то 5 тысяч лет с лишним, возраст санскрита. Записывались на пальмовых листах сначала, потом на медных пластинах, в которых раянятся практически вечно. То есть есть такие и такие варианты. И оригиналы хранятся в труднодоступных местах. На экспертизу их не позволено было выносить ученым. Но тексты существуют. Примерно 800 тысяч шлок содержит Махабхарата, стихов на санскрите. То есть это довольно сложное произведение. Современные ученые до сих пор сомневаются, что было написано одним человеком, что может ли один человек вместить столько информации и столько понятий. То есть сверхъестественный интеллект. Но вот Ясадева, тем не менее, автор всех вед, и в том числе Махабхарата, она была предназначена для разъяснения вед. Именно для века Кали, потому что век Кали люди будут понимать науку через историю. Будет она доступна. Через историю. То есть нельзя просто пронести какие-то слова и проистить все сейчас. Практически я точно буду говорить. Если вы изучали санскрит или интересовали санскрит, то немножко вы знаете, что изучить санскрит сейчас не представляется возможность у нас за 30 лет. Уже поздно учить санскрит. Очень емкие понятия, и при этом они сочетаются с другими понятиями. В одной шлоке можно их трактовать. Десятки, сотни вариантов, может быть, трактовок оттенков и все они правильные. Деонагаря означает, что это язык полубогов. Многие лингвисты мира в основном считают, что там от всех языков санскрит так же, что это русский язык мы называем русским, но корневые, как бы все понятия, все санскритские практически, которые мы помним, что до сих пор. Наиболее близкий я слышал язык к санскриту, это литовский язык. В Прибалтике и там ученые утверждают, что наиболее, больше всего сходство с литовским языком. Мы там видели названия рек различные, тоже в России санскритского происхождения. Счет наведен по-русски на санскритскими цифрами. Один, ади, два, два, три, три, четыре, чатру, пять, панча, шесть, шат, сапта, семь и так далее, дальше десять. И изначально они цифры, не применялись цифры, позже они были введены в наше время уже, в эту эпоху, так скажем, не наше время, а современную эпоху, в нашей цивилизации, вот это современное, историческое современное, так сказать, это то историческое время, что мы будем обсуждать, то историческое. Они обозначали образами математику. Вся математика была образная, как и вся наука была образная. То есть абстрактные единицы не применялись никогда. То есть абстракт, значит, имперсональная, отторванная от личности, от его качества, от его деяния, от его характера, не применялась такая наука. Сейчас применяется, потому что личность сейчас сложная, понятное. Мы не можем личность обозначить чем-то постоянным. Личность может сейчас в наше время меняться от хорошего к плохому, то есть человек может тоже меняться, поэтому мы не можем сейчас положиться на человека, скажем, на мужа, на жену, вот в полном смысле слова, на друга, что не предаст или не обманет, на ребенка, который не умрет никогда. То есть мы не можем сейчас в наше время положиться на личность, на абстрактные единицы полагаемся. Вот на счет банки полагаемся, вот это надежно, ты умер, но наследство оставишь, вот опять же все эти формальности не начинают преобладать в наше время. Поэтому эти цифры были введены позже, вот это обозначение, которое мы сейчас имеем, абстрактные. Например, до этого образа два, допустим, назначалась рука, значит, руки две. Всегда было понятие, цифры было, двойка в единстве воспринималась. То есть это тоже единица двойка, это пара, которая образует единство, обязательно единство сохраняется. А не начало, это все вместе полное взятое, целое единство, и в этом единстве есть двойка, есть тройка, как тригоны, скажем, материальной природы, а не три едины, или три едины, абсолютно истины, три едины, она одна, есть три аспекта, четыре времени года, скажем, четыре варны, четыре типа людей существуют, это тоже единство, все, вот таким образом математика строилась в прошлом. Люди понимали это как диагностику природы, вот я еще вкратце говорю, мировоззрение того времени, изучая ветра, мы сталкиваемся с таким понятием, как образное мышление, как и понятие абсолютной истины было, образным, личностным. Сейчас понятие Бог тоже абстрактное, абстрагированное и персональное, никогда такого не было в прошлом. И вот Махабхарата описывает все эти вот аспекты, именно личностные, образные, как люди жили в то время, как они мыслили, как они действовали, какой спектр отношений имела цивилизация того времени, это потрясающе. Махабхарата потрясут любого человека в мире сейчас, то есть какой спектр она вообще не дает ни в одной культуре, этого спектра не раскрывается до такой глубины, до этих масштабов. Собственно и сейчас, как бы человек остается человеком, он тоже, у нас есть своя история, Маха это великая, Бхарата это земля, как называлась так, великая история планеты Махабхарата. Почему же великая? Мы говорим Великая Америка или Великая Англия, Империя, Великая Россия, Великий Казахстан, мы применяем тоже те же самые термины, что и великий означает, что это победоносная история, то есть победитель означает, что он создал великую современную, потому что победитель, да, убеждаешь. И вот Махабхарата, там тоже есть свои победы, великие победы, за всю историю мира это была самая великая победа. Вот историю планеты, если вы знаете, очень много повод. И тем не менее, сейчас мы ближе и ближе понимаем это как исторический факт, но недавнее прошлое, вот взять какие-то времена, десятки лет назад, какие-то вот считанные, это считалось мифологией. Люди не могли представить, что это все реально могло существовать. Но теперь уже существуют научные некоторые исследования и смелые гипотезы, что это могло существовать в действительности, что это исторические факты, что на поле Крюкшетры применялось ядерное оружие, также могут находить подтверждение, ядерный распад в том месте до сих пор, возрастом пяти тысяч лет. В ведах описывается ядерное оружие Браамастра, которое называется на санскрите. Этой идеей интересовались советские, советское правительство в свое время, потому что это был прообраз ядерного оружия в первого периода. То есть ведами интересовалась наука современная. Идеи нуля оттуда. То есть как запускается психофизическое оружие. Все эти понятия зашли изначально из вед, как и многие производства, скажем, там, в облако сталь, до сих пор дамасская сталь, неизвестная современной науке секреты, самая прочная сталь. То, что нержавеющие не могут повторить, хотя исследовали молебулярную структуру, все равно повторить не могут. Технология в принципе описана. Но современной технологии недостаточно, чтобы воспроизвести в точности этот материал. И вот эти хлопковые производства изначально также были применены, как отделялась сена хлопка от волокна. То есть это современная. Цивилизация пользуется древними рецептами. Вся основная вещь, говори, изначально ведая данный человеку для того, чтобы цивилизация могла поддерживать себя беспрепятственно. И также описывается, как правильно вскармливать ребенка, как правильно брать молоко у коровы. Сейчас молоко фактически теряет свою ценность. Мы можем без него сейчас обходиться, по сути дела. Мы не видим большой разницы, длиться молоко без молока. Можно искусственное молоко. То есть молоко теряет качество. Это важно, знаете почему? Потому что молоко обеспечивает силу интеллекта. Но добытое особым путем от коровы. Корова не должна быть обычной, а человек тоже не должен быть обычной. То есть вопрос отношений. И вот Махапхар это описывает. Всю эту науку отношений в широком спектре. Сейчас нет такого широкого спектра, потому что не хватает высших сил, гум в отношении. Даже веры и знаний не хватает, чтобы обратиться и иметь связь с высшими силами сейчас природы. Бог это единственное, что люди сейчас знают абстрактно, но между Богом и человеком еще есть целая иерархия. Ооо, там столько всяких вещей. Вселенская иерархия существует выше надземным уровнем, ниже подземным уровнем. Здесь на земле очень сложные хитрые сплетения человеческих судеб. Это тоже показано в Махапхарате. Но в полном спектре, потому что высшие силы присутствовали в творении жизни человека. Сейчас они отсутствуют. Сейчас мы не можем такого широкого спектра иметь отношений. Мы запутались в низших гунах, в Адхарбе. В Адхарбе отличается от современной истории тем, что в то время существовала тхарма. Сейчас я поясню. Сейчас тхарма не существует. Она обездвижена. Она существует формально. Ну, образное понятие изведать, сейчас приведу, не абстрактное. Бхагаватапрони описывается, как царь Парикшит пять тысяч лет назад увидел одну сцену страшную. Никогда до этого таких сцен не случалось. Он понял, что наступает деградация цивилизации. Первый признак этого. Один человек. Низкорожденный. То есть низких качеств. Низкий гум. То есть представитель Адхармы. Адхарма означает безбожие. То есть противозаконие. Так, Адхарма. Адхарма это законы. Законы природы. Законы нравственности. Законы религии. Законы физики. Неважно, любые законы. Основные законы, жизнь, на которую мы опираемся. Это называется Адхарма. Мы тоже представляем какой-то закон своей природы. Тоже не своей природы, а Адхарма, которой нужно следовать. А Адхарма означает, что мы не следуем. А Адхарма это некая противоположность Адхарме. Например, вы говорите правильную вещь, а я просто говорю против. Просто против говорю. Просто потому, что я не люблю то, что вы говорите. Просто, просто. Моё упрямство, ослинное, скажем, моё невежество так проявляется. Моя агрессия так проявляется. Это называется Адхарма. И вот во времена Махабхаратерами изучали Адхарму. Адхарма тоже существовала. Но Амахараджи Парикши-то увидел, что какой-то этот нескорожденный человек нести в качестве и сбивает Адхарму быка. Бык это солёная Адхарма. Белый как лотос. Четыре опоры, четыре ноги. Вот эта Адхарма, как у законов, высших законов, что это милосердие, аспекизм, чистота и правдивость. Адхарма стыла на четырёх ногах и свободно передвигалась когда-то. Переносила счастье, силу, жизненную силу, интеллект и так далее. Это причина развития цивилизации. Но этот человек перебил три ноги у быка, железной дубинкой. Одетый в царские одежды причём. Низкий качество, но одетый как царь, как банах. То есть под видом высшей кастли, высшего сословия. Он действовал низким образом, чтобы давало в нём человека злобные качества. И Парик Шкотчин удивился, откуда эта личность, и как он вообще осмелился это делать сейчас, в то время. Никто не мог осмелиться на такое поступок. И он перебил три ноги Адхармы. Асклетизм, чистоту и милосердие. Сейчас это крайне сложно применить эти три вещи. Милосердие в политике, если вы не будете жестоким или жёстким, вас не будут бояться. Если вы будете милосердны, вас не будут бояться. И так далее. Сейчас эти качества неприменимы. Слово очень сложно их возродить. Одна нога остаётся, но на этой ноге ходить невозможно. Она бездвижена. Существо бездвижено. Нужно только опираться. В Адхарме дхарма лишь опирается на одну ногу. Остаётся немного правдивости. Именно правдивостью мы пытаемся сейчас влиять на мир. Искать правду, искать правду, искать правду. И правда убеждает людей. Вот эта правда, значит, всё равно принимает. Но что милосердно, что не милосердно, что чисто, что не чисто. Сейчас это такие спорные вопросы. И правдивость тоже постепенно будет уходить, говорится век Кали. Поэтому нынешняя история не входит в Махабхарату. Хотя и предсказано в Махабхарате нынешнее время. Но как? Вы удивитесь. Никаких подробностей. То есть до начала века Кали, нашей эпохи времени, всё было подробно описано. Каждое царствие. Все великие поступки описывали, что чего достигали наши предки великие. Вот это Махабхарата. Как они достигали? Путём нравственности великих вещей. Представьте, возможно ли это сейчас? Путём нравственности достичь чего-то великого. Скажем, у меня просто времени не хватит, путём нравственности великих. Скорее нужно вступить, быть агрессивным, путём агрессии, устойчивости, жадности, хитроумные какие-то вещи. Я могу быстрее добиться. У меня просто жизни не хватит. Путём милосердия, путём аскетизма, путём правдивости. Потому что это, если вы становитесь на путь правдивости, у вас появляется сразу куча проблем. Куча врагов появляется сразу. Если вы всё правду будете говорить всем подряд. Поэтому век кали много, и многие вещи скрываются, держатся при себе. Но Махапкарата описывает, как достигаются великие цели. Потому что великие цели можно дать только при помощи великих качеств. Утратив великие качества, мы достигаем уже других целей, более низких целей. И век кали люди достигают всего в гонах страсти и невежуства. Что это означает? Если вы будете долго скопить какие-то деньги, то вы должны достиг успеха в жизни. В основном. Вот эта форма. Но веды говорят, дхарма первое, это значит здоровье. Дхарма значит здоровье. Здоровье, если взять как понятие, более широкое, не как биологическое, физическое, это также нравственное здоровье, умственное здоровье. Знание, это тоже здоровье. Умиротворение внутри, удовлетворение тоже здоровье. То есть в этом смысле люди сейчас не очень здоровье. То есть дхарма дает здоровье. Если вы следуете дхарме, поддержите дхарму, вы обладаете здоровым умом и телом. И жизненной силой. Второе, это материальное благополучие. Вторая цель человеческой цивилизации. То, что веды и пиксы, как достигается материальное благополучие. Не для каких-то единиц в обществе, для всех. Это можно сказать материальное благополучие. Не так, что мы считаем, сколько у нас богатых людей в стране. Усредняя их, все верну, на душ на селе нормально. Пойдет. Мы будем на достигле кого-то благосостояния. Нет. Ведический принцип другой. Все должны быть счастливы. Почитали юрведу? Пусть все будут счастливы. Это девиз. Это культура. Значит, первое здоровье, второе материальное благополучие. Об этом мы еще думаем с вами. Но есть еще две ступени, о которых сейчас мы полностью забыли и можем взять только изверт. Нет другого источника этой информации. Следующее, это обрести доброе имя. Вот попробуйте сочетать. Здоровье, материальное благополучие и доброе имя. Вот это сила. Вот это репутация человека. Тогда уже вы не просто можете жить, вы еще можете говорить. И ваши слова тоже будут жить в обществе. То есть это уже жизнь по-другому. И это третья только ступень. Это какое же могущество человека обретает. Потому что человек именно отличается этой особой способностью других живых. говорить. Не понапрасну. Говорить великие вещи, которые могут жить в веках потом. Следует, традиции закладываются, речью, словами. Но когда? Когда у вас есть доброе имя. Честная репутация. В этом чистота и сила человека. Это описывает Махабхарата. Как создается доброе имя? Каким трудом? Потрясающие истории даются там. Потрясающие героические истории. И четвертая ступень обрести свободу. Все. Совершенство. Четыре этапа. Начинается со здоровья, то то благосостояние, то доброе имя достигает. В конце концов свобода. Четыре ступени чешской цивилизации. И, как мы говорим, сейчас две ступени утраченные остаются у нас в цели здоровья, относительно здоровья. Что-то мы знаем о здоровье немного сейчас. И вот материально благополучие опять же пытаемся достичь этого. Думано так. И так я сюда записал четыре веда и разъяснил этот комментарий Махабхарата. Махабхарата описывает взаимоотношения тхармы к тхарму. Все это о тхарме. Как понимаете, тхарма, с чего начали? Не абстрактное понятие, а личностное понятие. То есть тхарма воплощается в каком-то человеке. Она не существует абстрактно. Например, тхарма камня, свойства камня. Твердый и твердый. Значит, на нем можно построить фундамент, так как мы делаем. Из камня фундамент, он будет держать прямо тхарма, его свойства. Он не утрачивает это свойство. Это значит тхарма. Если камень утрачивает свойства, они называют камнем уже. Соль соленая, Иисус говорил об этом. Если соль утрачивает вкус, ее выбрасывают. Она теряет тхарму, теряет предназначение. И вот этот человек тоже имеет тхарму. Сегодня мы поговорим Абхишви. Это человек камень. Это очень яркий образ махабхараты. Это основоположник династии Куру, великой династии прошлого. Но родился он необычным образом. История его мистическая. Хотите, верьте, хотите, нет, но мы сейчас расскажем историю, как он описывает махабхараты. Когда-то некогда давно, жил царь Шантану. Шанта означает умиротворенный, глубоко умиротворенный лично Шантану. Невозможно было вывести из равновесия. Но контролировали гнев и чувства. Он был очень велик. Он мог управлять своей жизненной силой. Он общался с небесными существами. У него очень тонкий интеллект и очень чистые чувства. И однажды он прогулся по берегу Ганги. Ну и представьте, если вот на своем прогуле смотрю Ганги. Я был на берега Ганги. Не везде Ганга открывает свою красоту. Например, она продвигает через Калькутту. Там вы не заметите ее красоты, потому что она в тисках от страшного монстра грязного шумящего гремящего грузовиками дорогами людьми кишащими. Вы даже не заметите просто, что река река, мост металлический перелиз. прозрачный изумрудный цвет, скалистые берега, глубину десятки метров, это как море. И она такое счастье и умиротворение, такие красоты, невероятные, зачаровывающие. Вы начинаете писать мысли стихами. Царь Шантану прогулся по берегам Ганги, говорится как это. Понятно, что он испытывал почему-то прогулся. Это был в душе очень великий паин. И он понимал эти божественные как бы отбега Гангули. А красивые женщины, небесные Девы. И в этом как-то обыкновение если такой возвышенный мужчина введет такую возвышенную чистоту, женскую чистоту, красоту, он влюбляется и любил земном. И обратился к ней с просьбой «Я тебе предлагаю руку и сердце стальной жены». То есть он мог общаться с высшими силами природы. Каждая река на земле это определенной личности. Реки тоже имеют происхождение неземное. Так как и некоторые города. Что-то здесь земное, что-то неземное. Здесь смешанное что-то есть. И зацентрировка проявляется ужасное. Что-то райское проявляется здесь. Что-то среднее. Здесь все гунны материной природы хитро сплетаются в нашей жизни. Потом мы видим, что здесь и цветы рождаются, и негодяи рождаются, есть и ядовитые растирания, и целебные травы. Все, хитросплетение, на каждом шагу нужно разбираться, нужны знания великие, мечки жить в этом мире. И царь Шантану был очарован образом Ганги приносил руку и сердце очень настойчиво и искренне. И она не могла отказать ему как небесное существо, в виде его добродетель и искренность и любовь настоящую. Она сказала, хорошо, но ты человек, поэтому я стал твоей женой при одном условии. Она знала, что я. Царь Шантану не знал. Он не мог понять интеллект Ганги, конечно. Он мог понять только свои человеческие чувства, хоть и возвышенные. Но искренность принимает возвышенное существо. И Ганга сказала, все, что бы я ни делала, ты не должен противоречить им. Если ты хоть раз не согласишься с нами в чем-то, я неведомно покидаю тебя. Таково устое нашего Бога. Шантан подумал, как же я могу тебе противоречить ты божественный. Я все в принципе вирус права. Это же пошло моей царицей. Он очарованный, но принял эти условия. Даже не знаю, что будет дальше. Как обычно бывает. Человек очарованный себя чувствами, что он еще знает. Знания сейчас позже будут открываться. В нашей жизни вот такие уроки он получает. Мы делаем то, что не знаем, то, что чувствуем. Мы делаем подавление отношений, что-то. А потом пробуждается интеллект. Через 10, 15, 20 лет после того мы начинаем уже предсмыслить свою жизнь. Уже к годам, к 60-ти, к 70-ти начнем тоже обдумывать, что же там было и как все было и почему так было и как нужно было бы сделать. Так мы учимся на таких уроках. И Сай Шантан он тоже был землим в конце концов пролетелем. И они жили счастья и безупречно. Вообще не было причины, чтобы иметь какие-то разногласия. На самом деле был драм очень возвышенный. И родился первый сын Шантана. Сын Ганги. Сын Шантана. Можете представить, что это такое? Средники нашли царского трона. Но Ганга родив этого ребенка взяла и пошла к реке. царь Шантану не спрашивала ничего. Куда ты пошла? Вернись, обратно. Она уйдет. Никаких упреков. Никаких замечаний. Просто шел за ней и думал, что она делает. Куда она? Не обращается. Просто вверенно шла к реке с этим ребенком. И к ужасу царя Шантану Ганга просто просто слово в реку утопила. Пушу. Гошу. Боже, прям охотно. Это никак не предстоит. Он такой способный. Он помнил обещание, помнил обет. Ничего не сказал. Это сфотожительное. Мой сын. Что-то он обрадовался и испугался. Помнил первый случай. Случилась то же самое. Ганга взяла этого ребенка и пошла к реке. Он шел за ней и хотел сказать ну, что? Она подошла к реке, к берегу и потопила второго ребенка. Боже мой. Какая жена мать? Какая жена жена в голове обращалась. Ну, она погибла в то же время. Я не знаю, что он не делает. Снова стал терпеть. За третий ребенок, четвертый ребенок, пятый ребенок топило одного за другим. Семь сыновей утопило Ганга в Ганге. И когда она пошла топить восьмого сына, Шантана скачала «Что ты делаешь? Прикрати немедленно!» Она повернулась и вернулась «Вот тебе сын. Это будет великий герой. Но я ухожу на небеса. Это еще. Я защищаю свою жизнь». Это родился Кишман. Скажите, что за история страшная рождение Кишман. И почему Ганга это делала? С той кучей вопросов. Мы с земным людям и не понимаем, в чем дело вообще? Что за жизнь такая? История проясняется, но как правило, если давай Кишман, что было на самом деле. Хотите узнать? Вот и все грежи. А только для станы и только в цели. Взяться по стане. Там на высших планетах живут и сейчас восемь вас. Восемь. Цифра восемь. Восемь братьев. Васу великие мудрицы. Мудрицы не земные. Они не обладают мистическими знаниями. Более глубокими чем только человек, конечно же. Здесь, на земле, наиболее глубокими знаниями обладают браманы. Но чтобы стать браманом, нужно совершать большие аскезы. Тот, кто не управляет чувствами и умом, не может быть браманом. Нужна специальная подготовка. Хорошее рождение, еще плюс подготовка. Но наши земные браманы, даже самые мудрые, не могут быть даже похожими на васу. Они считают, что недостойны даже шнурки обуви завязать у них. Такая муласть, такая частота, такая света. Восемь васу. Жили, как восемь братьев. И там есть такой мудрец, я не помню, как его зовут. Тело его искривлено. Он родился таким, знаете, проклят. И там ходит смешно очень по всем. Тело от рождения, кривые руки, ноги, какие странные на него походка. Один из вас рассмеялся, увидев его. Можете представить? Ну как мудрец такого уровня может насмехаться над чьими-то недостатками? Как это случилось? Даже сам васу, который рассмеялся, подумал, что это со мной? Как это? Как это случилось со мной? Как я не проконтролировал свои чувства? Как же я оскорбил этого мудреца? Этого шейма. Мудрец посмотрел на всех васу, сказал, вы, мудрецы, и я проклинаю вас, вы недостойны жить на этом уровне. Вы все родитесь на земле. Вы родились в мире смертных. будете бороться за выживание на земле. Будете спотом о крови добывать свой хлеб. И все и вас упали в ноги к мудрецу, кроме восьмого, который смеялся. Но и несправедливо, потому что мы-то не смеялись, мы невинны. Ты пробовал всех восьмерых, но виноват только один. Как-то смячи своего проклятия, как-то учти эти обстоятельства, что мы-то невиновны. Да, я погорячился, но тоже никакое первое чувство. Я просто был оскорблен, что творится там, вверху. Но это не думайте, что это человеческие страсти. Нет, нет, нет. Это было запланировано свыше. Сейчас вы поймете, что я говорю. Даже эта история была запланирована. Они прекрасно довели себя что-то тут происходит под влиянием каких-то других еще сил. это не самые высшие уровни. Вы с севера родиться должны по проклятию. Но я благословляю вас, что вы сразу умрете. После рождения вернусь на свое место. А ты восьмой будешь жить долго. Мы радуемся, если ты жить долго. мы привыкли. Этот вас запрепитал от страха долг на земле. Настоящий проклятий. И так фиш-бродится как один из восьми васу. А семеро его братьев они сразу же ушли и утонув в ганге едва родившись. Ганга выполнила то, что сказали мудрецы. Почему она это сделала? Потому что никто не может осмелиться идти против воли мудрецов. Так и узнали отношения. Вы тоже не можете осмелиться идти против того, чего вы боитесь и кого вы боитесь. Вы тоже управляетесь таким же образом. Это вопрос взаимоотношений. И Пхишма представляет как бы вот эту силу, высшую силу на этой планете. Патриарх Пхишма он дал неестественный обет, исследованный всю жизнь. Это он сопутствовал истории. И так Пхишма остался у цели Шантану, Шантану остался без жены. А он не находил в своей места, потому что сердце было очень любивое вид. Но любил Галгу. Эту любовь он хотел дать еще кому-то, он любился в Сотевате. Сотевате это дочь глубока. Интересная история. Они в лодке познакомились. Они и так родился в Йесударе. То есть они поженились при одном условии. Сказал ее отец, у нее был отец, он сказал, что я позволю взять в жены мою дочь, но при условии, что ее дети будут исследовать престол. Так родился Вечетра Вирия и еще один брат. это они были в зоне братья с фишками. Вечетра Вирия был наследник от Рома, младший, потому что старший умер, погиб в битве с Гандхаровом. Гандхаров это небесное существо, между ними был конфликт. У него было имя такое же, какое это предвидели Гандхаров. Он стал затмевать славой, собственной славой этого Гандхарова. И Гандхаров нестерпел этого и сразился с ним. И убил его. И остался Вечетра Вирия молодой и слабый, хилый. Трудно было представить, что он будет сильным монархом, кшатым, держащим в руках оружие, но по средствам он должен принять престол. И Пхишма, когда подрослый Четра Вирия, да, он до этого уже дал обед безбрачия, чтобы не смущать, чтобы прескологу не достался от трехсот престолов на всю жизнь. Вот этот обряд называли. Кшатри это время сумасшедшего. Кшатри никто не может сделать обеду. Кшатри люди в страсти. Им свойственно жить во дворцах, иметь много жен, наложниц, все что угодно. Они живут в совсем другой жизни. И они сражаются за тхарму. И если кшатри дает обед безбрачия, то у нее не будет потомков, не будет смысла, собственно говоря. Не будет связи с обществом. То есть царь обязательно должен быть женат. Он не должен быть отшельником. Но Пхишма дал обед отречения в молодости еще. И когда он дал этот обед, небеса разверглись, и голос возник свыше, тебя будут звать Пхишма. Он сказал, что твердый из своих обедов. Камень. Стоял ему всю жизнь. Во все обеды он забывал сверхъестественные способности. За счет этих обедов, таких аскез, он имел жизненную силу практически непобедимую. Мой отец сказал, раз ты даешь такие обеты, раз ты такие жертвы приносишь ради меня, я тебе даю благословение, я твой отец. Ты будешь жить сколько пожелаешь, и день смерти выберешь себе сам. Был непобедимый воин, сражался тысячи раз, ни разу не провел служение. Пхишма мог сражаться одной тетивой с врагами без трех. Такая ситра была. Сверхъестественная была. В конце конца один из вас, он не был обычный человек. И Вичед Равильев стал подрастать слабенький, и Пхишма украл для него трех невест. Вот в конце рах было три дочери Амба, Амбика и Амбала. Интересная история. Про женщин начинается история. Это будет очень остросюжетная история. Что касается женщин, то уже все. Если есть какие-то проблемы, ищите женщину, и говорится. Начинаются проблемы. Пхишма как великий воин, как кшатри. Кшатри имеет право в те времена. Кшатри могли завоевывать невест просто. Ну как красть. Это кшатрийская традиция. Воинская традиция. Это подчеркивает героизм воина. И вот он украл прямо со своей барой со свадебной трех невест сестер и привез их для своего брата. Он дал обед безбрачия с Амбасом. Вечер Траеверия взял двух из них. Амбалику и Амбалу. Амба сказала зачем тебе три жены? Две достаточно, потому что мою руку уже обещали Шалбе. Царю Шалу уже с отцом договорились, что я буду замуж за Шалу. Поэтому отпустите меня. Кшатри посоветовался вот там. Две жены уже есть. Третье помогли на пятом отпускаем ее. Возвращается к всему жениху Шалу. Но Шалу когда увидел Амбу он испугался. Ходи, погоди, тебя Пхишма украла, я слышал. Я вернулась ко мне, я боюсь гнева Пхишма. Он мне сказал что Пхишма воин страшный. Если я приму Амбу Пхишма придет с оружием сюда может. Он речи это вообще уходи отсюда. Какая ты мне жена теперь. В прошлые времена если мужчина касался за руку женщины все это уже свадьба. Посмотрел это увидел уже а если коснулся уже все уже касания чувства уже были все эта женщина принадлежит ему. Такая часто была. Такие были высокие требования представься. Это тхарма вот как оно выглядит тхарма. Сейчас сложно применить эти законы вернует. И униженная таким образом она любила этого шау в конце концов. Уже чувствовала что это ее муж пришла к нему как к мужу на ее отверг она вернулась и сказала я из-за тебя остаюсь незамужней. Женщина должна быть замужем. В то время ни одной женщины не было незамужем. Это тхарма. Строго соблюдалось хорошо если много женщин больше мужчин тогда кто-то берет две жены три жены но все женщины замужем все было под контролем. Тхарма. Женщины не должны как деньги валяться на дороге просто. Должны быть кому-то принадлежать кого-то быть позащищен. И она сказала тогда ты пхишма женись на мне ты меня украл пхишма 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 у меня обед безбрач или я не пхишма она подумала я самая несчастная в мире я самая несчастная женщина и все это из-за пхишма я стал его глубоко ненавидеть она узнала кто его духовный учитель у кого он обучался военному искусству она узнала что это великий парашурама грозак шатри это браман браман в совершенстве знает воинскую науку его нельзя победить он может сражаться со скоростью мысли со скоростью ветра может одним топором армию положить как самсон знаете библейский одно яслина челюсти пять тысяч человек как сервизист ситхи парашурама обладал ситхами и знаниями Анна пришла и скажет браман защити меня я несчастная женщина остаюсь без защиты по вине твоего ученика это предошло твой ученик шатри он должен знать не только воинское искусство но и нравственность должен знать защищать женщин детей стариков коров что он меня сделал несчастной той ученик той шатри какой он после этого шатри защиты парашурама стукнул оружием об землю и призвал пичпа иди сюда как ты допустил что эта женщина страдает от твоей вине она не может выйти замуж ты сломал всю ее жизнь теперь ты должен жениться на ней тхарма а пичма говорит у меня тоже тхарма я дал обед безбрачия не женюсь не могу нарушить обещание мы столкнулись мы столкнулись не два врага они не враждовали это учитель и ученик но учитель защищал свою тхарму что ученик должен подчиниться учителю а ученик защищал свою тхарму дал обету что учитель его тоже обучал исполнять свои обещания следовало мучить какая же тхарма правильная здесь какую же выбрать представьте вы должны с одной стороны послушать старше что они говорят с другой стороны вы должны выполнять свои обещания и как если в этом есть противоречие что делать я прошу раму и говорит встань передо мной буду стражаться и убью тебя накажу сейчас за такой грех амба наблюдала и радоваться а сейчас убью что он причин пусть теперь сам пострадает и прошу раму назвал свой лук стрелы началось сначала шуточное сражение между учителем и учеником не в полную силу там просто стрелы пускают естественно что они легко это отбивают это великие воины величайшие воины и пишут не мог убить своего учитель тем более брамана ни один кшатли не убьет брамана никогда невозможно такое представить наоборот они защищают браманов но тут случилось сражение 27 дней как вы понимаете 27 дней они уже стали серьезно стрелы стрела за стрелой оружие за оружием брама произошло уже огненное оружие стали использовать разрушают уже миры могут разрушить они стали распаляться и в какой-то момент Паршурама взял стрелу проговорил мантру и насквозь пробил грудь нарули кишма не успел он потерял сознание упал с колесницы и понял что он сражен проиграл битву и тут перед ним пристали восемь вас семь вас у меня братья кишма ты не можешь уберечь не беспокойся тебе благодарю надцом у тебя жизнь и сила плотовый каскет ты практически бессмертный в этом мире не беспокойся ты знаешь ты победишь Паршураму ты знаешь такие виды оружия с небесных планет которые он не знает здесь на земле поэтому завтра эти мантры вступят у тебя в уме в самую трудную минуту есть честный пишем он пришел в себя как значит упавший с колесницы не добивают в те времена не было такой этики ждут пока он придет в себя и будет способен сражаться убегающего тоже не догоняют не убивают или сильно напуганного тоже ждут пока он придет в себя они спали по ночам днем сражались и вот последнюю ночь Пишма спал постынул свои силы к утру он уже был совершенно здоров взял оружие пошел ударим на очередную битву и Паршурама тут уже ливни затмился стрелами и в этот момент самый трудный всплыли мантры Пишма в голове эти мантры вызвали небесное оружие свыше эфир стал раскалываться из него стали проявляться различные энергии которых полно вокруг но мы в некоторой скорлупе сейчас находимся в земной обители вот эта скорлупа дает ему только эту сферу отношений больше ничего многие энергии нам нету сколько живет в каком-то коконе энергетическом так скажем с временным языком но этот кокон треснул и появилось это оружие и он запустил в полу сражения обороняясь запустил Паржурам с воем с огромным сделанием света оно слепилось вокруг оно рвануло это прямо на Паржураму Паржурам понял когда увидел это оружие что он не знает этого оружия и опустил руки и в это время с небес голоса закричали Пишма что ты делаешь как ты можешь поднять руку на своего учителя как ты можешь убить Брамана Пишма вспомнил да это же мой гуру Паржураму стал сворачивать обратно матрами это оружие и свернул и по-другому бросил лука с земли я проиграл он показал это оружие свернул это оружие и все я проиграл но мы сказали они не были врагами они просто оставили Дхарму и он понял значит его Дхарма сильнее значит он прав Пишма ты настоящий моченик он мне было благословил ты произошел меня ты моя гордость их отношения стали еще крепче потому что Дхарма на святых но что касается амбы проблема только начинается подождите это же не проблема пока все хорошо закончилось руки мог обхараться тяжелый случай нам не дай бог такую судьбу это женщина она превратилась практически в демона после этого незащищенная женщина она не могла простить Пишму и она пошла совершать аскезы чтобы обрести особые силы для убийства Пишмы для Ташил она превратилась просто в ходячий скелет она делала ломовения в реках постоянные лоцию присидели глаза днице впали она делала для того чтобы обрести силы чтобы убить Пишму отомстить за свое несчастье мать Гранга наблюдала за ней мать Пишмы она видела реальную угрозу она и видела для аскезы особую реку кишащую крокодилами кто наполняет свою дуку только в сезон дождей это такая аскеза знаете без воды полгода находиться еще и потом когда вода кишат крокодилами но эта амба выдержала все стала еще сильнее то есть план ганги провалился и в конце концов Махадеев Шива говорит амба говори тебе что хочешь потому что от нее исходил огонь от этой женщины она могла искупить все вокруг что что равновесия сохранить Шива сказал что я хочу убить пишу она сказала хорошо сказал Шива но не в этой жизни следующей не исчезла в следующей жизни ты родишься женщиной и убьешь пишу потом станешь мужчиной сначала родишься женщиной станешь мужчиной и вот так ты убьешь пишу вот так вот она поняла этот план потому что пишу никогда не смог поднять руку на женщину в этом был секрет его слабоста и когда Шива исчез амба она тут сложила костер погребания для себя пошла в огонь и сказала я это делаю чтобы убить пишу в следующую жизнь и сгорел учитесь это только для стены я говорю что в других городах невозможно практиковать только в Астане такие аскезы такие обеты невозможно но в Астане тут очень сильная женщина я знаю у Сыря Друпады родилась дочь но был сон его супруга она ходила беременна Шива явился сын родится но сначала он будет девочкой скрой ее пол но что в будущем станет мужчина и природиться в мужчину всем объявили что я тебя мальчик садил она погрелась с мужем они договорились мы одевать как мальчика воспитывать как мальчика что в будущем по благословению господа шире родилась родилась девочка шикандини назвали то есть прекрасный волос красавец и всем объявили что сын и вот когда он стал достигать брачного возраста так называем сын соседский царь которая была дочь что вы не друзья давай поржение но царь надеялся что пол сменится когда-то ну давай скрывая эти все тонкости и уже там они стали обряды проводили предварительные уже знакомства какие-то сватовство и так далее и в конце концов свадьба должна уже состояться а пол не меняется что же мы будем делать не знали с женой собрались катастрофа если мы сейчас скажем что у нас не сын а дочь это же позор это же оскорбление это же конфликт что за шутки но как они думали что не могли придумать и в конце концов сказали ну понимаете у нас вместо сына дочь пришлось сказать правду и как они предвидели конфликт возник это что издевательство это что наша дружба как вы могли так это поступить мы же все всерьез мы же друзья мы хотели скрепить наши отношения я бы что такие злые шутки стали делать наша дочь думает о вашем сыне то есть она тоже должна выйти замуж по нормальному ее ум уже средоточен на мужчине но ничего не можем поделать но нет у нас сына война а как еще очистить в этом случае война нужна война ведь тоже имеет место в жизни но для защиты дхармы для очищения этих отношений люди могут солгать обмануть совершить какое-то преступление тогда что наказание какое-то какие наказания кшатри оружие для кшатри это так и они собрались уже воевать и тут шиками подходит спрашивает что за беспокойство что за ссоры что за конфликт в чем причина да ты есть причина точно ты должна была мальчиком родиться понимаешь и мы поверили в это благословение шивы но оно не сбылось и теперь мы пожидаем плоды нашего обмана нашего заблуждения я все понял я ухожу в лес и стану все мир ну что плакали конечно это было решение что мы это шикан я не ушла в лес и съела и плакала там и кричала я самая несчастная в мире самая несчастная в мире и так плакала так искренне ввела слезы что там жил мьякша лесной ну как сказать мьякша дух не дух ну лесные такие жители были сейчас такого диапазона жизни нет но я сейчас вы не увидите они существуют не увидите глазами в тонком измении тогда они жили в лесах они жили в лесах это сильные такие личности они обычно хранят богатство там где есть золото драгоценные камни всегда рядом они любят они любят любят за любви но вы не видите надеюсь они сейчас тоже присутствуют на этой лекции вместо при яхе этот яхша очень сострадательная какая-то красивая девушка принцесса одна в лесу женщина приняла плачет всю историю и по благословению Господа Шивы уже камень церковь память прошлого она поняла что она амба помнила что есть пшишма она ничего не забудет она сказала все якши всю свою историю несчастную даже якши забудут боже ну такая 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 самая несчастная личная слушай ну давай я тебе помогу давай поменимся малами станем как ты и хотел я возьму твой пол он висит я стану женщиной отдал свои чувства и так из лесу вернулся в Шиханде прекрасный яхша а там якша у него там домик и царь якши облетал свое владение и смотрит там этот домик тут этот якши прилетает к этому домику якша не входит не встречает его в чем дело не почитает старше слуг послал в чем дело говорит слуги вы как стесняется как что значит стесняется якши стесняется встретить меня царя и что там у него на окна шторки какие-то там на окнах висят горшочки с цветами еще что такое еще ну из-за не поворачивается он стал женщиной как он на полу весь наш якши и так я тебе проклинаю он сказал что пока там эти обряды пройдут какие-то станет будешь мужчиной вернешься повод вернешь но этот царь якши прокнул его за это оскорбление сказал останешься женщиной у меня всегда в жизни и якши упал в ноги и так испугался женщиной в жизни нет это очень сложно только в Астане люди могут жить как женщина нормально но в других местах это невозможно понимаете он упал в ноги и якши смягчился и сказал ну хорошо когда шиканин он погибнет в битве в будущем пол вернется к тебе вот на этом так якши ушел так мир получил отважного воина шиканин сын царя трупа и Пхишма все это знал через своих шпионов он вычислил он знал что он добился его смерти женщиной вы знаете я думаю что вы его то уже знаете но мужчины должны знать точно женщина это материальный разум никого разумнее женщины материальный смысл слова в материальной области мужчины не соперничать с женщинами невозможно у вас другое предназначение если вы будете с ними соперничать все братья будут у мужчин должны быть цели другие не хорошие ножи итак Фишма потом мы сейчас перескакиваем потому что история Фишма сегодня много чего происходило в конце концов из Пандова его вновь да вот этот Вичитрайвири он умер рано Амба Амбика и Амбала остались держаны без детей у него был сын еще один ясу он сразу принял волшебничество если записавший веры тут она призвала его мантра и сказала я твоя мать на царство в опасности нет наследника престола великая династия заканчивается ты должен выполнить мой приказ просто соединиться с этими двумя твоими как это называется сводные то есть это жена брата получается жены брата в то время это возможно было так и правильно сейчас брат не может зачать ребенка блогней жены своего брата сейчас извлечено в то время она сказала ты хоть и отшельник должен подчиниться тханью то что скажет старшая мать ради защиты нашей династии уже зачать детей с женами умершего брата Амбика и Амбала сказали вдовремя Эвеса даю под давлением матери сказала я это сделаю но как ты просишь что это не приписано для отшельника детей я сделаю по твоему слову и когда Амбика пришла чтобы иметь эту связь влечать ребенка связь с Эдевр вы можете представить что такое есть с Эдевр есть на житель тяже тяже полгунный взгляд суровый аскетичный вид космос путами здесь на голове вывозно кровью навозом чтобы насекомые заводить в лесу медитация находится одежда лесная кора борода до пояса в лесу но она когда увидела этого веса Део она повредняла от страха панду родился племенолицей ответ я вообще не пришла послала служанку вместо серебря родился бедура в смысле служанки это великим улец великолючий семьюр но рождение у него смешано поэтому он не мог наследовать престол старший должен наследовать престол три тараши но власть получил панду его были панды но суть в том что панду совершил ошибку в лесу он убил какое-то животное во время зачатия совокупления и получил проклятие что он тоже умрет когда косминцы с выжимой и он долго следовал воздержанию в этой точине где же для него было младий однажды весной но чувствовал трудился красота природы сон чувствовал любовь но позвал младий стал с ней общаться с женой коснувшись ее не было детей кунти это особая история кунти вход же был царь у него была дочь кунти и его царство посетил однажды один ошельник страшной силы неуравновешенный отшельник дурваса вызовет запомните остерегайтесь дурваса означает что он может легко проклясть или легко благословить он не совсем уравновешенный мудрец если проклинает это очень сурово если благословляет это очень щадо и когда он появляется в каком-то царстве все в страхе не знают если вот малейшее удовлетворение он может проклясть у царства все очень боятся и кунти в ходе подумал боже мой дурваса испытание план сделал у меня есть дочь ей всего 14 лет кунти невинный ребенок он же не проклянет невинного ребенка она же в чем-то живется он же простит ее а он послал кунти служить дурваса и кунти эта девочка была всем невинной но она была настолько чуткая дурваса был ошеломлен ее интеллектом он мог сказать так сегодня я не приду ночевать и уходил но возвращался ночевать и кунти замечал постель была готова ужин горяч и всегда хватает и совет видел он столько потрясен ее служением ее интеллектом ее чувства добирай любое благословение она была ребенку сказала да я просто так я не ради ее жизни папа сказал ей это делать а ребенок глупый она не понимает что может получить но я благословлю себя сам свое действие отныни дорогая ты можешь из-за любого благополучия владелан исполнил материал что хочешь и ушел в комнате сидел и думал что это правда любого бога и человек а ну-ка попробуй и принесла мантры заинвентировать на велосипеде но сурью бог с ума и вдруг ослепительное сияние уфу врубалось в комнату неземной красоты такой муж появился знаете ослепительный и сказал ты меня зовут а чего же ты хочешь разбирать экспансию ослепительный все полубоги заметили что и ослепительное слое место но экспансия вошла в покое царя кому к юной девушке грунте а девушка что говорит да я просто так ничего не надо и полубоги ха ха и у вас вам попало какое положение смотрите какая великая лично просто так она играет с ним и у вас подумал нет мое имя так фамильярным станет я тебя столе сына я не могу прийти просто он просто коснулся у губка она потеряла сознание когда она пришла себя на руках жду младенец карна боже мой если папа узнает что ли для девушки в то время это все конец было ее репутация ее жизни она его в корзину устрелила и отправила по камни сплавила с болью в сердце она молила и сказала что он попал в лучшие руки это трагедия ее жизни карна это очень трагичный возвышенный благородный образ карна он стал другом дурет и другом демона постичен и последователь погиб на крыше от руки собственного брата арджура это такая история плакать будете как эти тхармы взаимодействуют смотрите видите как все сталкиваются высшие миры низшие миры другие миры и здесь тхармы и здесь на нашем уровне взаимодействуют это махпарата это великая история и когда вестравири умер младриц сказала я войду а да четыре не мог зайти простите пан но пан не мог зачать седовик он просил кунти вызывать полубогов чтобы получить детей это не штат греховно полубога получит ребенок она позвала индру ваю сначала пхимар родился индра аржума родился ашлини кумары близни член агут сход дема так имели детей античная философия что-то описывает подобного рода что вылетает отношения людей богов тоже есть такой прообраз более подробно описывается кто такие полубоги какие отношения с человеком у них они являются посредниками более высокими мирами человек не все человеку доступно понятие бог недоступно вообще нужно знать хотя подписано медитировать на бога недоступное понятие нам нужно обязательно тот кто представит образ что этот образ за предел должен быть либо духовный учитель уже реализованный либо полубог представитель либо мать и отец очень опытные которые тоже слышали что-то об этой технице точно невозможно еще бы непосредственно опознать такие вещи за пределами сейчас даже о полубогах мы говорим как о чем-то несуществующем потому что не хватает будных благодействов чтобы общаться с этим родом летающие телеки нас смущают хотя это не полубог техническая цивилизация параллельная но это не полубог не думают что-то какие-то высшие существа они во многом уступают червям что устроят психофизические склады возле сильных потери некоторых чувств или больше этих чувств поэтому у нас есть свои преимущества тоже и так повелись пандавы и пандавы оставил тело пандавы были детьми поэтому престол придем детяш слегка цель на время вот так начинает прорисова бахахарада потому что в детьми была жена великая великая женщина это одна из семи великих женщин в ведической культуре в истории мира Гангхария Гангхария вышла замуж так на расстоянии она слышала в детьми детьми Гангхария это было царство у него брат Шакуни страшный был сестру он был нечист на руку на сердце но он еще любил свою сестру и Гангхария ей не сказали все обитаж ей придет царство Хазинадур который слабил и вот ей есть жениха она не выглядывает в окно и не смотрит дальше времени служа и говорит Гангхария я его вижу ты видишь моего жениха моего мужа расскажи опиши что ты видишь он красивый очень красивый он ставный сильный у него качества видны появлены все она счастливо улыбается но есть один недостаток Гангхарии который устраняет все хорошие качества что это какой вид он слеп отражал а не знал что она сделала сразу тут же взяла платок повязала свои глаза никогда не сняла всю свою жизнь если я зрячий муж слепой я восхожу перед ним я нарушу Дхарму если я царица нарушу Дхарму все подлинные будут нарушать Дхарму все никто не будет уважать своих людей но я должна защитить Дхарму это была Махабхара это великое водоскоп она всю жизнь она закрыла свои глаза и никогда не снимала вода это в конце она сняла платок это же потом была причина когда она нарушила свой бед вода с кездой дала дрет что защитить его жизнь а сделают неузив одни взгляды это сила аскеза если вы совершаете аскезу обретаете внутреннюю ситху обязательно например вот здесь встали практиковали это училие детка Аферик Иванова это как раз способ вести ситхи это не аскезы водой и так далее это правильно себя вести какие слова говорить какие-то аскезы речь аскезы в маске аскезы пищи то если вы практикуете вегетарианство закалку определенной то конечно вы придете большую силу внутреннюю гадхари совершал аскезы всю свою жизнь дектора что он был не только слеп материально но и слеп духовно он был нерешительный он не разбирал что дхарма что адхарма из-за привязанности к слюну его гадхари ходила беременная несколько лет в конце концов не знали что делать не рождаются дети и тогда она в гневе уже в гневе она удалилась по животу дхарма да выходишь ты наконец и родился кусок мяса что-то ничего страшного все ужасы что такое позвали мясо что произошло как бы с этим мясом что если делать еще рожден путь и он разделил на сто частей каждую часть помесила зубы горшок нашего искусственного так проехал берет на историю и 90 все просто когда он родился забыли все шакалы и испортивается погода если бы сказал твоего ребенка задушить сразу пока он мать не увидел потому что причина будет разрушение всей сразу его распор но как только гадхаре увидела сына он уже не сказал это дхарма матери если бы мать то бы мать если бы не мать то бы мать как говорится либо вы лебедь либо вы ворона вы не можете что-то быть посередине двум господам не служат не может быть просто уткой либо лебедь либо ворона либо вы чистый либо вы грязный вы не можете что-то посередине жизнь так не получится двум господам не служат что-то выбирайте одно люди до конца и гадхаре она уже приняла роль матери с этого мгновения должна была воспитывать берет сыну из 100 демоничных сыновей рожденных искусством историю хопа то есть людям было известно эти все технологии методы современные то что сейчас наука пользуется она пользуется технологиями тогда люди могли использовать при помощи ситх эти вещи пахтать тело создавать новых планировать не новое что-то описывается ворот царь царь из его тела планировали двух людей описано в бхагаватах бхагаватах все эти древние основы науки они известны изначально ими пользуются до сих пор технологии могут меняться и вот эта вражда и началась между пандовыми кавравами И тут образ Кришны проявляется в Махапхарате, который является другом, дверным братом Пангалу и другом Арчуны, вечным. Они еще друг друга в Махапхарате находят. А Кришне слышали все цари того времени и говорили, а это пастушок Брингавана какого-то, это тот, который танцует с пастушками по ночам, это тот, который живет в городе на море, который он построил. И там у него 16 тысяч саревин, Джон. Все по-разному. Девина говорили, что Кришна похотливый. Кришна не свободна жизни. А великие святые говорили, нет, это воплощение Нарана Раяна из прошлой жизни. Мы знаем Кураны. А Джуна и Кришна это Нарана Раяна из прошлой жизни. Этот харма тоже проявляется, потому что Кришна рассказывает о Джуне перед битвой Бхагави. Это жемчужина Махапхараты. Вся суть лидического знания должна там. Тридцамой битвой, когда это про убийство было случиться, было рассказано Бхагаву Агита. Она актуальна и поныне каждое слово. Я ее изучаю 30 лет. Эту книгу, конечно, можно изучать бесконечно. Настольная книга Ганди, Эмир Сунин. Я сказал, стойте из вас эту книгу. Она была издана еще в царские времена, когда-то в России. Но мне бы понять смысл. Потому что трудно понять этот личный аспект. Самый сложный. Бога как личность понять очень трудно. Потому что он безграничен. Сложно соединить два понятия. Личность это что-то ограниченное. И понятие Бога безграничное. Это очень сложно соединить. Это вопрос уже как бы наших отношений. Это не вопрос интеллекта. Интеллектом эти вещи не постигаются. Здравый смысл здесь не поможет. И вот таким образом здесь показана эта высшая дхарма, что панда под защитой Кришны находится. Но Кришна не берет в руки оружие. Как он защищает? Человек просто говорит. Истинную дхарму и все. Больше ничего. Дхарма сама защищает человека. Оружие не нужно. Если вы знаете дхарму, убеждайте без оружия. Это в другой уже уровне цивилизации. Если раньше кшаты знали оружие за дхарму, то панда вы были под защитой. Кришна не применял оружие. Заговорил закон о дхарме. И дуриот она захотел этой войны. Панда вы даже не объявляли войну, чтобы забрать царство. Это очень интересная история. Как Кришна устроил все это, даже не единожды не взяв в руки оружие. Уничтожил всех демонов планеты. Это описано. Какая-то сверхспособность. Божественная воля как бы проявляется. И перед самой битвой на Куркшире, там были многие события. Сейчас я подробно не смогу это все рассказать. События были многие. Как панда вы пережили много потрясений в жизни. В доме из Шелока и подожгли потом ночью. Спаслись из подземный ход. Если не отведу, узнали, набег в поле, не сделали заранее подземный ход. Что их собираются там с женщинами уничтожить. Затем они скитались пять лет в лесах неузнанными после этого. Потому что знали, что их хотят убить. Вместе с матерью. Там Пхима женился на демониста Хидинды. Ракшиса жила в лесу с братом Хидинбой. И брат, он хотел съесть панда ночью. Ракшиса, пюдоед. А Хидима влюбилась в Пхима в это время. Приняла образ человеческий привлекательный. Но Пхима убил этого брата. На глазах убил его. Сломал его хребет. Огромной силой Пхима. Я ему сказал, что теперь я осталась без защиты. И по закону Дхармы, ты должен взять меня в жены. Взять под защиту. Теперь меня осталось без брата, без защиты. Значит, ты теперь меня отрезаешь, не свяжешь. Пхима сказал, ну как я могу жениться тебе? Я человек, а ты демоница. Но Пхима сказала, не смотри, она женщина. Она права, с этой женщиной. А ну я следую твоему указанию, сказал Пхима. И женился на Хидинбой. Поднялись гидрандами. Хидинба приняла свой образ в Ракшисе тут же. Взяла на руки Пхиму. И полетела с ним в свой любимый путешествие. Женщина демоница очень могущественная. Она умела летать, это ситха тоже. Родился Гататхач. От Пхимы Хидинба родился Гататхач. Ракшис, людоед. Но он был сыном Пхимы. И он родился, он сразу вырос, мистик. И он сказал, папа, просто ты назовешь мое имя, в любом месте я явлюсь на помощь. Когда захочешь. Рассчитывай на мои силы тоже. Он его позвал на битву при Пхиме. Пхима призвал тогда Гататхачу. Страшное побоище устроило. Страшно погиб сам. И так Пхима женился. У него был медовый месяц и все такое. Потом они шли дальше. Дошли до деревни Эко-чакра в глубинке. Там был слабый царь очень. И этим царством завладел маленьким. Другой Ракша, Сбака. Который потребовал от царя каждый месяц приносить человеческую жертву ему. Ставоводская пища еще плюс. Человеческая кровь, плоть плюс запуска еще. Рис, овощи тоже. И раз в месяц прислали ему это, чтобы он не беспокоил никого. Сами выбирали жителей. И панды восстановились в этом царстве. В одной семье. В той семье были дети. И вот дошла очень до этой семьи. Приносить жертву кого-то. И они решали, кого же не примут в жертву. Мать сказала, я, я, я пойду. Я не могу никого отправить никого. Я пойду. Пусть меня съестят бака. Но дети говорили, муж, если ты пойдешь, то без матери. Как? Погоди. Лучше ты оставайся. Давай кого-нибудь другого. Ты же родишь еще ребенка. Может быть младшего? Нет, нельзя. Может быть старшего? Тоже нельзя. И вот они решали, кого же из родственников. И там была истерика. И слезы. И Кунти услышала. А что в вашей семье? Что за беда? Ну вот у нас царь попал под влияние баки. Не вынужден платить ему дани. Очередь наша. Мы не можем решить. А должны. Кого-то отдать на съедение. Кунти спокойно сказал, не беспокойся. Я пошлю своего сына. Он знает мантры против рабочих. Они претверились правилами. Сказал об химии. Эпхима уже 20 сетей освестил. Полутил сына ведра. И я делал- это самая сильная. Это жизненная сила. Эпхима также бы его называли брика-одар волчья брюха. А у него аппетит был невероятный. Всегда у него грузимое количество пищи. Когда я кормила мать, она делала что, она полностью, в два раза больше клалан, чем с остальным сыновьям, и те еще пол порции пищи отдавали его, он не доедался. Он никогда не мог наедать. И вот его поставили в жертву, целую повозку пищи вот такую для бари. Химу тоже посадили туда и повезли. Хима съел всюду повозку, пока его увезли. Пищи. Уже доедал, Баха появился, и Баха очень удивился, что странная жертва, пожирая все подношение. И он вне подошел, сзади ударил по спине. Ахима, он в это время руки ополаскивал, не обратил внимания просто. Выделил, просто руки ополаснул и встал перед Ракшасом. И была битва, ручную Ракшас, не используя того же. Ракшас это такое вещество человекообразное, которое может медведя сломать вот так об колено. Это очень страшный сильный живосущество. И мистики они могут, даже иллюзи создавать, страх наводить, ужасы, менять образы. Вот Хима сражался с ним в рукопашную. И он его убил, как этого медведя, об колено и сломал хребет. Крик разрушил несколько стен, как кричал тот Бака, когда Хима на бабах едет. Вот такие подвиги совершали по-другому. И в конце концов, весь, весь дошла до них, что Драупаде, своя вара. А Драупаде, это дочь Друпаде, родилась. Эта женщина родилась, чтобы, чтобы уничтожить все военные силы планеты. Она стала причиной такой, потому что Драупаде был в план свыше. Она родилась из жертвенного огня Друпады. Не от женщины. Двое. Дри штатюмна, в ее брат появился, и вот Драупаде. Когда она появилась из этого огня, а Браманы чуть не потеряли сознание. Вот ее образ прекрасный, бедствой Друпаде. Любой царевич жил в Евгении. На ее своем вару со всей планеты собрались к шатре. Не все жаждали, только увидели, все жаждали, что у детей. Потому что, если такая жена будет в Бритате, такое могущество, такое вдохновение, такую силу. Все жаждали этой силы, этой власти, этой такой супруги. А Друпаде уже слышала о Кришне, слышала об Арджуне. Не мечтала ни о каком другом помер Арджуне. А они под видом Браманова где-то скитались, да не дошла вещь, что с Майвара. А они пришли туда, конечно, тоже там было. И к шатре пытались, Дуритхана пытался, тоже Карна пытался. Никто не смог порвать эту цель Друпаду, придумал цель невозможную. Какая-то рыба на колесе, сухая, вращалась под потолком. Нужно было попасть по вращающей рыбу точно в глаз из лука, на огромной высоте, глядывая на колышечные отражения в бассейне. А он знал, что кроме Арджуны никто не любил рыбки. Арджуна был таким лучником. Никто и всех, всех осмеяли, всех к шатре, всех сбунтовались, хотели уже наказать Друпаду за такую свою вару, за такой позор. Что он их всех опозорил. И тут вышел какой-то Браман, сказал, позвольте мне. Так, подожди, Браман? Я что, это за собой, шатри должны завоевать цель невинок. С какой стати это, Браман должен делать. Ну, Арджуна взял и легко, не глядя, попал в ласкаду. Потом выяснилось, что это Арджуна, и Бог знали. Там был Дуритхан, он страшно испугался. Пантаха шатри, пантаха шатри. Они их уничтожили, убили. Они попадались на пасть, как обычно, к шатри, и когда своя вар заканчивается, обычно они начинают драться все к шатри. Что кому-то достается, кому-то же не достается, у них было негодно страсти. Они оружие достают, начинается сражение какое-то, там пхима появился, взял какое-то дерево, вынулся, разогнался к шатри. И, по-моему, вы пришли с невестой к своей матери Гунти и сказали, мама, посмотри, какой дар мы принесли. Она, ну, как обычно, взлетите между собой этот дар. Ты что такое говоришь, сказал Дуропадик? Мама, ты же не глядя, ты посмотри, посмотри, какой дар. Это же я, я жена твоего сына Арджуна. А как потереть между всеми? Ты сказал слово. Слово не видно. Нельзя не выполнить, мать. Тхарма? Действительно, что же я только сказал, не подумав. Как же быть теперь? Вот они решали вопрос. Все, вы стали самохабарно описываться. Кажется, как же Дуропадик? Жена пить ей. А ты? Это могла быть только Дуропадик. Вот самая чистая женщина была. И там есть свои правила, законы в этом случае. Как это совершается? Сейчас даже не мыслите в эту сторону. Да, не пытайтесь так говорить. Да, мужей, не дай бог. С одним. Мне только справиться пришло. Это была на самом деле идеальная жена. Даже царица Двора, эти спрашивают Дуропадик, секрет. Но как же так пандовые, средоточная Дуропадик. Как она добивается служить пяти мужьям так, что ни о ком другом не думают, а только о ней. Ни на кого другого не смотрят. Каким она? Ты что, каким-то травем пользуешься? Ты как-то их привареживаешь? Что бы, что бы. Магия нельзя. Тогда муж будет бояться же, если бы придется магия. Я вам расскажу секрет, как это нужно делать. Но это отдельная тема. Сегодня не буду рассказывать, как это нужно делать. Муж никуда не смотрел по сторонам. Ну, там описывается, как Дуропадик это делает. И как царица Дворак это делает. Там это женская травма подробно описывается. Не все применимо сейчас, конечно же. Потому что сейчас нет таких мужчин, как Аджуна. И таких женщин, как Аджуна. Мы живем в Корееву. Таких уже качеств не осталось практически. Вы на одной нагестке. Хотя бы уже нужно быть правдивыми, как минимум. На этом хотя бы можно построить наши отношения. Честно. Не изменять друг другу. Ну, вот это правдивость, честность. Следить за словами и так далее. И уже можно что-то построить. Если не будет правдивости, не будет ничего. Легко ли так. Не милосердно? Ну, простить можно сейчас. Никто не милосердно. Ну, как? Простить, да? Не очень чисты? Ну, да. Жизнь такая тоже. Не очень аскетично, да? А что? Какая аскетика? Я и так выживаю. Еще аскетика. Мы стали совсем другими. Но давайте хотя бы остаемся правдивыми. Согласно на Хабхарате. Уже можно как-то опираться на эту жизнь. На эту тхарму. Она нас будет держать. Эта нога. Тхарма, как говорится, как лес и тигр. Если тигр защищает лес, я защищаю тигров. Если вы защищаете свою тхарму, тхарма вас защитит. Махабхарата об этом расскажет. Как эта тхарма возвышает человека на высочайшие уровни жизни. И, конечно же, нужно пройти трудности. Тхарма – это трудный путь. Адхарма – это падение называется. Когда скатывается вниз. Усилия не нужны особенно. Просто подростки чувствуют себя. Комфорт называется. С временным языком – это комфорт. Если вы станете к комфорту, особенно мужчины, это путь. Адхарма. Тело должно жить в определенной аскезии. Тогда человек витает тихий и разум. Комфорт должен регулироваться тоже разумом, здоровьем. Не просто подростковое чувство. Для наслаждения чувств жить нельзя. Запрещено отчего. Адхарма. То, что нам сейчас будет влияние. Чувствуем всегда довольны, что все будет удобно, что все будет приятное. Это плетворное дыхание. Разлагающее наш разум, наше существование. Это уроки Махабхараты, которые полезны и поныне. Это, конечно, нужно замечать. Мы сейчас по верхам что-то немножко рассказали. Очень-очень коротко. Там много потрясающих историй. Внутри Махабхараты рассказывают. Их дели, когда он в изгнании находится с братьями. Вот сопровождают Брама. Они рассказывают потрясающие истории с разных времен. Из Уран. На каждой странице есть какие-то ценности глубокие. В этой книге. Она очень рекомендована, эта книга, именно для нынешней эпохи людей. Когда трудно понимать философию. Нам нужны истории и притчи какие-то. Так легче воспринимать истину. Ну вот, примерно так сегодня. Кто видел сериал? Поднимите руки. Многие, да? Многие сериалов. Вот посмотрите, кто он видел. Хороший сериал. Вы сказали, что все великих женщин. А остальные шесть кто? Остальные кто? Мне нужно вспомнить. Ну, Драупади входит в это число. Савитри. Савитри. Тоже описывается историей Махабхарати ее. Гантхари, по-моему, входит туда. Я сейчас, наверное, всех не вспомню. Семь или пять даже сейчас не вспомню. Нужно мне вот освежить память о провансах. Какие эскезы необходимо совершать сейчас для современных девушек и женщин? Какие эскезы совершать? Нет. Мы говорим об этом частенько. Не все решаются, но кто-то на что-то решится. Я могу сказать, что это золотой стандартный эскез. Для мужчины и женщины не так важно. Мясоры боятся, миксикации, незаконность секса, азартные игры. От этого лучше оказаться полностью. Это эскез достаточно. Не думать, что легкая эскеза сейчас нынешняя. Если вы будете пройти в эти эскезы, у вас откроется другой угол зрения на мир. Через этот опыт вы никогда не видели мир, если не свежали эскезы. Если у кого-то есть опыт голодания, вы знаете, как меняется угол зрения на жизнь, на отношения. Все меняется. Если вы никогда не испытывали этого опыта, вы не видели никогда таких вещей. Есть люди, которые от рождения не едят мясо. Есть люди, которые от рождения едят мясо. У них разное было зрение на жизнь. То есть эти измерения существуют в недоступном виде пока. Пока мы не слышим эскезу, это измерение не проявлено. Не воспринимаем это. Как уважать жизнь? Не убивать никого. Как мы можем уважать живое существо, если мы убиваем какие-то живые существа? Как сможет проявиться это глупозрение в принципе? Не сможет проявиться. Как мы сможем уважать свою жену, скажем, или мужа, если мы нарушаем принцип, имеем незаконные отношения сексуальные с кем? Как мы можем понять это глупозрение? Как понять это глубокое уважение? Как развивать его? Как развивать верность, если мы не можем прощать друг друга? А где здесь силу для прощения? Почему у нас агрессия сильнее сейчас, чем сила прощения, чем уступчивость? Почему эта энергия побеждает нас? Откуда она исходит? Потому что мы не совершаем эскез. Потому что мы стремимся комфортно. Поэтому мы стали уже дожительными. Комфорт означает, что этот человек тоже нужен для меня комфортным. Как этот стул. Я его воспринимаю как энергию наслаждения, не как личность, как энергию моего наслаждения. Это угол зрения, ракшаса называется, эксплуататор. Он сейчас очень развит. Аскеза поможет нам вернуть вот этот взгляд добродетели на все окружающее, на живое и неживое. Аскеза очищает и возвышает интеллект человека и сердца. Какие-то аскезы каждый должен предпринять. Если вы хотите иметь хорошую семью, вы должны совершить аскезы предварительно. Хорошего мужа или хорошей женой, без аскезы вы не получите этот результат. Если я не контролирую чувства, то и, естественно, моя будущая жена также не будет контролировать чувства. Наш президент когда-то курил, знаете, кто-то курил. Он сказал очень хорошую вещь из Махабхарита. Он сказал, как я могу управлять страной, если я не могу управлять собой. И просто уменьшил. Вот, видите, как. Это разум. Лучше, что он в деференции. Он стал еще в деференции. Видите, какие успехи. У нас есть пример? Скажите, пожалуйста, можно ли смотреть Махабхара-то вместе с ребенком, учитывая все детали брачных отношений? Да, потому что там тхарма. Там тхарма, нормально все. Это все в рамках тхармы, это нормально для детей, для всех расшифров. Вот если а-тхарма, чувственное наслаждение, детям нельзя смотреть. Если тхарма показывается, как раз нужно смотреть. Вы можете видеть, это же не мученая женщина, но похоть вас не одолеет, потому что там тхарма. Тхарма вас защищает. Это не то, что точно на себе запрещается смотреть, потому что там чувственное наслаждение, разврат какой-то показывает. Здесь тхарма, все можно смотреть. Девочки и мальчики смотрят Махабхарды и становятся героями с сердца, они стремятся к чистоте. Магия разная бывает. Все можно свести к магии, к этому термину. Магия – это определенный способ влияния, так скажем. Если я сейчас даю лекцию, это тоже магия в каком-то смысле. Могу повлиять образом на кого-то или словом на кого-то, так вот. Это тоже магия. Но магия различается, как черный и белый век калий. Потому что тот, кто злоупотребляет этой способностью, это черный маг. Который вас заставит делать то, что ему нужно, вас будет эксплуатировать. И белая магия, она на защиту тхармы становится. Для того, чтобы защитить тхарму, нужно тоже работать с ситхами. Это тоже магия. Но это светлая магия. Можно зомбировать на плохие вещи. Манкуртов, получается, знаете, Чингис Хэтмад написал, например, манкурты. Это демоническое искусство магии. Вот она магия. И можно давать хорошее воспитание, использовать те же ситхи. То есть нет вещей плохих, хороших. Нужно знать, как их использовать. Неправильно используемые вещи становятся плохими. Правильно они становятся хорошими. Делать то же самое. Нож может быть плохим в руках преступника, а хорошим в руках хозяйки. Поэтому, говорится, все используйте в служении Богу, все будет хорошо. На благо всех. Можете заниматься мистической практикой, как вы что хотите, но используйте на благо всех. Когда вы поднимаетесь в гону благости, вы становитесь недоступны для черной могилы. Пока мы в гуне страсти, мы доступны для черной могилы. Также, если у вас гуна и система сильная, вы недоступны для простудок. Если она слабеет, вы доступны. Если мы в низшую гуну опускаемся, мы доступны для низших сил. Но если мы выше поднимаемся, мы недоступны для низших сил. Не дотягивается магия. Черная. То есть есть ситхи в страсти, они в вежестве в благости. Тот, кто обладает ситхами благости, он недоступен для тех, кто обладает ситхами нежив. Они превосходят. Потому что добро побеждает зло. Если у нас на самом деле есть связь с этой энергией. Если мы проигрываем злу, значит мы недостаточно добродетельные. Если мир деградирует, значит мы недостаточно религиозные. Катывается в пустыне, нужна вода. Нужно много воды. Если вам скажут в пустыне, ну вот тебе вода, протягивай ладошку. Вот мне цирка капит, тоже вода. Вода же. Ну скажите, ну что, то вода или вода, на друга расстроена. Вот сейчас такая ситуация. Я верю в Бога. Но сколько у тебя там верует, Боже мой. Это только нас расстраивает. Вы не можете даже глуток сделать, чтобы почувствовать счастье. Так мало, да, про детей, смотрите. Но хабхарата, она говорит, как же все-таки возвыситься. И мы говорим, да, трудности могут быть. Встаньте на путь, да, про детей, у вас сразу появятся трудности. Да, ну только вегетарианство что стоит в семье? Вы уже начинаете знать, что есть такое наоборот. Если вы вегетарианец в семье, в семье, не каждый примет это. Не говоря уж о других принципах. Скажите-ка, если вы мужу или жене, чтобы им сребаться пытать. Он его съест сразу же. Скажите, тогда зачем я вообще женился и замуж уходил? Смысла нет больше. Я говорю, это такие высокие стандарты. Я не говорю, что нужно все, сейчас очень высокие стандарты для меня, сразу же. Но есть к чему стремиться. Мы должны знать, к чему должны прийти. И ради чего. Не обретя высшего знания, невозможно отказаться от низших вещей. Но если мы обретаем высшие знания, это же легко. В этом нет необходимости. В таком количестве чувственных вознуждений означает, что просто сокращаем свой век. Изгнашенную свое тело и психику очень быстро сейчас. Соблюдая принципы, занимаясь медитацией, вы сохраните юношескую энергию всю жизнь. Даже в старом теле. Вы никогда не состоялись внутри. Солебат дает сверхъестественные силы. Но они не рекомендованы для всех. Тем более в наш век калии практически невозможно. Полностью чистый следователь слебат. Это редкое исключение. Живите в браке регулированных. Но кто может соблюдать сверхъебателям? Ну а мистические какие-нибудь? Что хотите. Куда вы направите эту энергию? Это от вас здесь тоже. Сейчас моя жена споет песню. Она мещала. Надо здесь. Да, пока вопрос. Творение, оно созданное для исполнения любых желаний. Материальное творение. Любых желаний. Каких угодно желаний. Плохих, хороших, не знаю. Все что угодно. Тхарма, тхарма. Все другие. Для этого создаются условия. Для разных людей. Разных желаний. Для воплощения. Это секрет. И так же как день. День это время для работы. Для исполнения какого-то труда. Обязанности. Так. Это какая-то честная регулированная деятельность. А ночь она существует для разбоя, для грабежей. Так вот. Калиюга подобна ночью. Это короткая эпоха. Самая короткая. Но по нашим измерениям, все-таки большое количество времени. И вот она дает возможность любых чувственных наслаждений. Вот столько строганий, можно не признать это. Но все же мы ценим векалию Люцией. Потому что тут 14 дней любые, какие-то везли. Вот это время эпоха дается для этого опыта. Ну, нас создал Бог, да? Из этих пяти элементов. Ну, мы вот деградируем с такими качествами. Значит, у самого Господа есть такие качества. Откуда бы они появились? Жадость, шестовость. Как же у нас это все жадь? Это не самый кривой. Бог самый жадный и все. Нет. Я просто говорю, откуда это да? Как мы так вышли? А Бог от Бога, он самый жадный, ему все принадлежит. Он говорит, мне все принадлежит. Мне все отдавали. Но в нем это естественно, да? В нем это чисто. Но если мы имитируем Бога, это отвратительно. Это плохое качество. То есть в Боге эти качества все позитивные. Когда мы имитируем. Например, он ворудит, описано в Куране. Он имеет привычку воровства от детства. И его поклоняются, как вору. Маканчор, так и называют. Воришка Маска. Поклоняются. И божество Маканчор. Если вы начнете воровать, он не будет поклоняться. Есть разница между Богом и человеком. Когда Ишотай говорит, Кришна, ну-ка, открой рот. Я посмотрю. Я вот и клирную линию. Открывай рот, там все вселенные. Снимай, открой рот. Он говорит, закрой, закрой. Есть разница. Есть разница. Когда он потеет, это причина океана образовывается. Но когда мы потеем, мы смываем подальше. То есть есть разница. Учтите, что есть разница. Когда человек имитирует Бога, это есть противокачество. Вот. А так их нет просто противокачества. Все позитивно. Генна. Самочувствие не очень. Но я извиняюсь. Не будет песни вам сегодня. Будет аскеза. Ну что ж, спасибо большое. Желаю, выжила. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ